Сегодня у нас 8 октября, время 5 часов вечера. Это мы пересекаем большую кольцевую дорогу и углубляемся в лес по направлению к Выжгороду, к Новым Петровцам, к Межигорью. У нас сегодня есть одно небольшое дельце, довольно интересное, из области природоведения. Чуть поздновато я выехал, солнышко уже начинает садиться. Правда нам добираться не так уж далеко, если мы не заплутаем где-то. В маршрутную точку я выставил себя на навигаторе, осталось только поставить его на руль. Я думаю, нам километра 4 до места ехать. В чем, собственно, дело? Мне случилось в 2016 году, я подстрелил по дате 24 сентября, снять видео, которое называется «Что бывает с деревом, когда в него попадает молния». Я нашел дуб относительно молодой, со свежим следом молнии, таким характерным. И тут мне пришел комментарий на это видео, мол, дуб, дерево нежное, рано такое он не принесет. Меня заинтересовало, что же там с дубиком-то стало нашим. И вот я решил сегодня съездить, благо я аккуратно в описании к тому видео прикрепил координаты маршрутной точки и ссылку на Google Maps. Вау! Наносит. Ох, как красиво. Лес как храм, торжественный, величественный. Сейчас я поставлю навигатор на руль, чтобы увидеть точку эту, мимо нее не проскочить. Ну, у нас еще есть какое-то время. Солнышко не совсем уже у земли. Ох, как красиво. Транвай почти алый на фоне леса. Ну-ка, давай, подъезжай, голубчик. Мы на тебя полюбуемся. У меня прекрасное сочетание цветов. Не рад с этой номера, дадим салют. Улыбнулся. Вагоновожатый. Так, поедем по этой просеке. Если не будем здесь сильно буксовать, то искать ничего не будем. Где-то в этом направлении у нас сейчас надо двигаться. Приблизительно я вам навигатор поставил. И выбрать. Приблизительно кастельки на слом passe. Красив лес, только мы чуть под углом идем к нужному направлению, в принципе ничуть, градусов под 45. О, вот нужное направление. О, какой березнячок красивый, как в сказке, как на сказочных рисунках, где-нибудь убилибили. Не хватало только каких-нибудь персонажей сказочных. Сидит где-то Аленушка на камушке, горюет. Или Баба-Яга ступо налаживает для ночных походов. Гремит в своей избушке. Да, как холодный костер. В саду горит огонь рябины красный. Но никого не может он загореть. Не обгорят рябиновые кисти. От желтирзуных не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так я роняю. Грустные слова. Если время ветром разметая, сберет их все в один ненужный ком. Скажите так, что роща золотая отговорила милым языком. Это Сергей. Тот самый, что Есенин. Хороша. Утоплена тропинка так не разбита машинами. Сейчас мы быстро нажмем. Вау! Вот это анселада. О! Порубка. Вот на такой я дубок не встретил. На похожей порубке. На похожей порубке. Ну и вовсе. Да, не вовсе. Ух. 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 Ой. где-то уже близко наверно паре километров ну где-то так уже вязка стала, грунт немного разбит лошадь здесь начался интересный подъем и спуски, кругом корни древесные в общем интересная езда опять спустя баночку разбито все, только бы не занесло пески почти открыты я думаю уже близко да, клена здесь много много лиственных деревьев вот это кажется та самая вырубка где был дуб до него с полкилометра вот здесь ехать будет тяжеловато или нет посмотрим ну мы где-то совсем близко совсем-совсем что-то повыше наеду забыл перерывать часа один из вот этих дубов ой ой погиб погиб или нет вот пенёк, а ну пень старый тут уже все все здравствуй ты жив дружок и не жив стойко ты цепляешься в жизнь сейчас обследуем твою рану как бывает в жизни неопределенность была и осталась жив ты или нет всё вершина твоя усохла а на задве ты здоровые Судя по вызовам, ты выжил, потому что надо такую беду пережить, и даже плодоносишь, вот что интересно, это твои желуди. Мы возьмем твои желуди и посадим их, чтоб у тебя было потомство, чтоб ты не остался без наследства, дуб. Вот что сделала молния. Поначалу конечно кожа отвалилась у дуба, только вот в этом месте более темном, это здесь шел основной разряд, основной ток, вот это место, здесь сразу же древесина так распушилась, растлоилась, а рядом была твердая сразу же после удара, и здесь еще была кора, это я точно помню, а потом она потихоньку стала сходить, а оказалось, что рана гораздо больше, чем видимая часть, и вот здесь начала кора приживляться, собственно, она к внутреннему слою. Вот это место, и здесь, вот оно, очень хорошо видно, видно, что дерево пыталось выжить, и во многом у него это получилось, вот, ага, видно, вот, вот здесь корауцулело, только в том месте, где проходил наиболее сильный электрический ток, вот она исчезла, ну, вот это явление можно объяснить наличием пара, конечно, потому что пар прошел здесь под кору, выжиг ее внутренний слой, и кора отшелушилась, а здесь нет, здесь пара, в основном, выскочила вот здесь на поверхность, прямо. Итак, случилось это, ну, не сам удар молния, встретил я этот дуб 24 сентября 2016 года, сейчас уже 19, значит, он три года прожил. Солнышко садится. надо обследовать место касательно желуде, что то Я их не вижу на ветках, под деревом их много, но они сгнившие, нет, есть на ветках желуди, немного, или это свернувшиеся коричневые листочки. Вот на этой ветке желудей нет, нет, есть, а, нет, вот есть вот эта болезнь какая-то, древесная. Сейчас я покажу, что тут есть, вот это беда. Вот что это такое за болезнь древесная, она часто встречается, вот такие вот шарики на листочке. Это явно паразит. Достаточно мягкий, очень крепко держится на листочке, не тяжелый. Это я спутал с желудями. Вижу желудь, вон, чик, один, один. Вот хорошие желудки, все в порядке. Твердый, этого сезона, не какой-то там старый, а беджалый. В общем, предварительный осмотр туба показывает. Хотя я не профессор ботаники, не дендролог, но заключаю, что растение таки выжило. покрутившись тут и посмотрев по общему самому впечатлению, потому что оно плодоносит. И какое-то время еще оно проживет. Сейчас мы наберем семенного материала. Интересно, сколько дуб может пролежать, сколько желуд может пролежать, оставаясь плодоносным. Ну, зиму-то пролежит точно. Сейчас нет смысла садить, только весной. Или осенью садят тоже желуди. Не, ну, осенью саженцы садят, я знаю, желудки. Должен просто перележать. Зиму, а по весне дать ростки. В принципе, надо приехать сюда весной. Вот, как я это обычно делал. Когда брал семенной материал. И найти желуди с росточками. После того, как стаит снег. И уже сразу быстро пускают ростки. Так мы и сделаем. А этот мы захватим. На всякий пожарный. Все, сейчас темнеть будет. Нам надо отправляться куда-нибудь. Кататься. Или уже ехать в Петровцы. Или назад в Киев отправляться. Мы на полпути. Как тот Буриданов осёл. Попью чаю. И решу эту дилемму. Две косули пронеслись. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как стрелы. Туманная. Как-то выбираюсь. Непонятно по какой дороге. Сломался. Пришлось ремонтироваться. А теперь, ой господи. Что-то у меня с трансмиссией непонятно. Вообще. Теперь я выбираюсь по песку. Так и застала меня темнота в лесу. Хотел я пробиться Петровцем. Или Боготырской улице. Но как-то наобум. Без плана. Завяз в каком-то яру. Потом в песках. И в конце концов. Решил смириться. И спокойно. Ехать по лесу. Пить чай. Благо у нас чай с собой. В лесу сегодня хорошо. Листочки. Мы уже близко от. Кольцевой дороги. Слышно как она шумит. Видел как промчались рыськи две косули. Мне на перерез. По вырубке шли. И ушли в лес. Ну разве такое снять успеешь. О, красный тум. О, красный тум. Ох. Ох. Все хорошо. Сегодня съездили. Хоть лесом надышались. Дистанция была небольшая. Но приключений много. Даже трансписия у меня ломалась. Ну, не так, чтобы нельзя было починить. Но пришлось ее чинить. Причем дважды. Ну все. Попили чай. Точнее, допили чай. Пора поконим. Остатки. Местным духом. Последние брызги. Вкусного чая. Пусть они не сердятся на нас. Всякие там. Всякие там. Вешие. Всякие там. Продолжение следует...